Собачья Калевала, Маури Кунас. События, истории, рассказанных здесь, сильно напоминали известный карело-финский народный эпос Калевала, что автор рассказа решил дать имена героям, похожие на имена, настоящие имена героев этого эпоса. Собачий национальный эпос. Это все-все-все герои этого рассказа. Давным-давно, когда мир был еще совсем юным, далеко на севере, в землях Калевалы, жило дикое и свободное собачье племя. По соседству с ним в темной пахеле проживал отчаянный и злобный волчий народ, а на землях между ними обитал маленький, но очень выносливый кошачий род. Собаки и волки боролись за первенство в северных лесах. Между ними то и дело вспыхивали горячие ссоры. Но большую часть времени в этих краях царили умиротворение и спокойствие. В те далекие времена мир переполняло волшебство. У каждого племени были свои мудрые старцы, свои колдуны, которые владели искусством заговоров и заклинаний. Старый вещий Вяньямюнин, вековечный предсказатель, был великим старцем собачьего племени, известным рунопевцем и заклинателем. Рассказывают, что он жил в те времена, когда мир еще только создавался. Как и все представители собачьего племени, он проводил дни в рощах прекрасной калевалы. Слухи о большом искусстве и чудесном пении Вяньямюнина распространились далеко за ее пределы. Юный парень, Йоуко Хайнен, тоже владел несколькими заклинаниями. А кое-кто даже поговаривал, что он весьма умелый песнопевец. Слова Вяньямюнина не давала ему покоя. «А не отправиться ли мне в калевалу? Не вызвать ли Вяньямюнина на состязание? Посмотрим, кто из нас лучше!» Завистливо пробурчал он. «Не ходи!» – стала отговаривать его мать. «Вяньямюнин преврати тебя в сугроб!» Но Йоуко Хайнен не послушал матери. Он ехал день, затем второй. На третий день приехал он в край калевала и неожиданно столкнулся на дороге с повозкой Вяньямюнина. «Что за невежа тут разъезжает?» – спросил тот. «Юный Йоуко Хайнен!» – ответил он. «Раз уж ты, Йоун, значит, должен посторониться, чтобы я, старик, смог продолжить свой путь!» – сказал Вяньямюнин. Йоуко Хайнен узнал известного старца и усмехнулся про себя. «Эй, такого дряхлого старика! Я с легкостью преодолею!» – подумал он. А вслух сказал. «Раз уж ты стар, давай соревноваться, кто больше знает песен и заклинаний!» «Не буду я с тобой соревноваться, ты еще юнец и не можешь знать столько же, сколько седовласый старец!» Йоуко Хайнен обиделся. «Раз ты не хочешь состязаться со мной, я превращу тебя в свинью!» – сказал он и принялся нашептывать заклинание. Но колдовство Йоуко Хайнена не подействовало на великого старца. Тогда рассердился Вяньямюнин и начал произносить заклинания, а надо сказать, они были очень-очень сильными. Заволновались озера, задрожала земля, Йоуко Хайнен погрузился по самый пояс в болото, ни рукой, ни ногой не может пошевелиться. Испугался. «Вызвали меня из тросины!» – взмолился он. «Я отдам тебе все свои лодки, все поля, даже всех своих коней!» Но у Вяньямюнина всего этого хватало. «Я отдам тебе свою сестрицу Айно, она будет убирать твое жилище, подметать полы и печь хлеб!» – пообещал Йоуко Хайнен. Вяньямюнин задумался и перестал путь. «Я уже старый пес! Помощница в доме мне не помешает! Тем более я не очень-то люблю возиться на кухне!» – подумал он и вытащил Йоуко Хайнена из болота. «Надо же! У меня теперь будет своя служанка!» – радовался Вяньямюнин. Но он и не подозревал, что Йоуко Хайнен предложил ему Айно не в работницы, а в жены. Промокший насквозь Йоуко Хайнен вернулся домой хмурым и рассерженным. «Пришлось пообещать мою сестру Айно в жены этому старику!» – проворчал он. Но мать на удивление обрадовалась такой новостью. «Прекрасно! Прекрасно! Я стану тещей великого Вяньямюнина!» И она поспешила поведать эту новость своей дочери Айно. «Неужели! Неужели! Знаменитый Вяньямюнин! Правда! Правда! Я стану женой великого песнопевца!» И мать с дочерью тут же принялись вместе планировать свадьбу. Однажды, чудесным летним утром, старый Вяньямюнин бродил по лесу. Неожиданно он столкнулся с Айно, которая пришла в лес вязать березовые веники для бани. Айно тут же узнала известного песнопевца. «Какой статный мужчина!» – подумала она, а вслух сказала. «Меня зовут Айно. Я твоя будущая жена!» Он так испугался не на шутку. Он и не подозревал, что у него есть невеста. Бросился на утек да так быстро, что только кусты затрещали. Прошла пара недель, и решил Вяньямюнин искупаться в озере. День был жарким, он спокойно себе плескался недалеко от берега. Но тут снова появилась Айно и стала требовать, чтобы он взял ее в жены. Он с большим трудом смог от нее ульзнуть, проплыв под водой к соседнему острову, где скрывался потом еще несколько дней. К счастью, Айно не очень хорошо умела владеть лодкой. «Может, все-таки стоит обзавестись женой?» – подумал он. Но только не Айно. В пах еле, в краю угрюмых волков жила девушка, известная своей красотой и добрым нравом. Многие сватались к ней, но безуспешно. Вяньямюнин решил тоже попытать своего счастья. Он снарядил лодку и совсем скоро был уже в открытом море на пути к северу. Обиженный Йоука Хайнен, его мать и сестра следили за ним с берега. «Можно я выстрелю?» – спросил Йоука Хайнен. «Стреляй!» – сказали его спутницы. Раз, и стрела юного Йоука Хайнена настигла старца, столкнув его в морские волны. Шесть дней и шесть ночей носила Вяньямюнина в открытом море. Но он так и не смог добраться до берега. Голод и холод одолели его. Большой Орел пролетал над морем и увидел барахтающегося в волнах старика. «Кто ты такой?» – спросил Орел. «Я старый военомейнин, направляюсь по Хьеллу, хочу посвататься к тамошней деве. Долгонько ж туда плыть, со мной-то берешься куда быстрее!» Поднял Орел окоченевшего старика из моря и посадил к себе на спину. Долго они летели, но вот, наконец, Орел опустил его на берег. «Бедный я, бедный!» – запричитал мокрый Вяньямюнин. «Сижу один, без лодки, в чужом краю!» Стенания Вяньямюнина долетели до больших ушей хозяйки Пахеллы, старухи-лоухи. «Это не плач ребенка и не завывание жен! Так может быть только настоящий матерый пес!» Заметила она. Луухи хозяйка Пахеллы, редкозубая старуха, поспешила на берег и приказала сволкам отнести старика в избу. «Так-так!» Чтобы он мог согреться и поесть. Но Вяньямюнину не понравилось в гостях у лухи, заскучал он по своему дому. «Ты получишь целый шлем золота, если только дашь мне лодку и отпустишь домой!» – сказал он. «Золота мне не надо!» – прохрипела в ответ старуха. «Только если ты выкуешь мне чудо-мельницу Сампо, я так и быть отпущу тебя!» «Я в придачу – получишь еще в жены мою дочку!» Чудо-мельница Сампо должна была молоть своему хозяину муку, соль и золото. Тому, кто владел Сампо, не нужно никогда работать. Не нужно страдать от холода, голода или охотиться по темным лесам. Чудо-мельница обеспечивала сытую и легкую жизнь. Вайнямюнин не знал, как сделать Сампо, но у него был друг – искусный кузнец. В стародавние времена он выковал небесный купол. «Я знаю, кто сделает для тебя Сампо!» – сказал Вайнямюнин Лоухи. «Я пришлю его сюда сразу же, как только попаду домой!» Старуха Лоухи согласилась на эту сделку и отпустила Вайнямюнина из темной пахьелы в туманной северной деревне волчьей. Добравшись до дома, Вайнямюнин тут же отправился в кузницу. Там кователь Илмаринин, вечный мастер дел кузнечных, как раз подковывал коня. «Ба, старик Вайнямюнин, где же ты пропадал столько времени?» – спросил кузнец. Гостил в пахьеле. «У тамошней хозяйки дочь красавица. Не хочешь ли ты с Сеппо коней посвататься?» Старуха Лоухи обещала выдать дочку за того, кто выкует для нее чудо-мельницу Сеппо. «Кто, как не ты, лучше всех с этим справится?» «Ни за что на свете не поеду я в пахьелу. Это же волчий край!» – решительно возразил Сеппо. Вайнямюнин почесал в затылке. Как же ему исполнить обещание и отправить Илмаринина в пахьелу? «Наконец он придумал. На краю поляны Осмо растет старая ель. У нее на макушке висит луна, а в ветвях прячется большая медведица», – стал рассказывать он. «Ни за что не поверю, пока сам не увижу», – сказал Сеппо. И тут же отправился взглянуть на чудо. Если посмотреть на ель с определенного места, то кажется, что луна висит прямо у нее на макушке. «А слабо тебе достать луну?» – спросил Вайнямюнин. Сеппо Илмаринин раззадорился и полез на елку. Как только кузнец добрался до вершины, Вайнямюнин стал произносить заклятие. Поднялся ветер, закрутился вихрем, подхватил Илмаринина и унес его на север. Приземлился Илмаринин во дворе Пахьелы, прямо у ног хозяйки лухи. «Похоже, ты и есть тот самый кузнец, Илмаринин», – сказала довольная старуха лухи. «Если выкуешь мне сампо, получишь в жены мою дочь», – проворковала хитрая лухи. В тот же миг во двор вышла молодая девушка, стройная, высокая, с золотыми браслетами на руках и серебряными украшениями на груди. На ее щеках играл нежный румянец. Сепо Илмаринин никогда прежде не видел такой красавицы, поэтому тут же решил выковать сампо, если она ее мать, этого так желают. В краю Пахьелы началось большое строительство. В первый день поставили мехи, во второй соорудили очаг, а в третий день разожгли большой огонь. И лишь после этого кузнец начал ковать. В начале возник из огня золотой луг. «Не нужен мне луг!» – проворчала старуха лухи. Илмаринин продолжал ковать. Потом из огня появилась железная лодка, жестяная корова, плуг, но старухе все было не по сердцу. Илмаринин расстроился и стал ковать еще усерднее. Огонь вырывался из окон. Искры летели из дверей, а дым трубой поднимался в небо. Тут, наконец, появилась сампо, чудо-мельница. Источник счастья, благополучия и изобилия. В доме хозяйки Пахьелы устроили настоящий праздник. Старуха лухи плясала от счастья. Она тут же забрала сампо из кузницы и спрятала ее в пещере огромной горы, повесив на дверь девять железных замков. Условие лухи было выполнено, и Илмаринин решил разузнать насчет невесты. Но дева Пахьелы об этом даже думать не хотела. «Кто же будет собирать ягоды в лесу, Пахьелы, если я выйду за тебя замуж?» Спросила она. «Кто заставит тичек петь, а кукушек куковать?» Илмаринин сильно расстроился. «Вот и доверяй после этого волкам!» Сеппо сел в лодку, которую дала ему старуха лухи, И, не солоно хлебавши, вернулся в Каливалу, разочарованный и опечаленный. Юный Ахти, славный Ахти, беззаботный Лиминкянин жил, не тужил в родной деревне под названием Саарелла. Мать заботилась о сыне, кормила его рыбой, стирала одеждой. Ахти был добрый малый, но и дня не проходило, чтобы он не ввязался в драку. Весть о прекрасной деве Пахьеллы дошла и до Лиминкянина, и, недолго думая, он решил попытать счастье. «Принеси мои доспехи! Я отправляюсь в Пахьеллу!» — сказал он матери. «Одумайся! Ничего хорошего тебя там не ждет!» «Вздор! Смотри!» — сказал Ахти, неторопливо расчесывая свою шевелюру. «Вот тебе мой гребень! Если со мной что-то случится, то с него закапает кровь!» Так отправился беззаботный Лиминкянин в край волков, несмотря на то, что мать всеми силами пыталась его остановить. Так-так, юный Ахти, славный Ахти, беззаботный Лиминкянин, который жил в родной деревне под названием Саарелла. Много дней ехал Лиминкянин, пока однажды вечером не услышал далеке протяжный волчий вой. Вскоре он заметил собравшуюся на крутой скале волчью стаю, которая воспевала луну. Жители Пахьеллы отмечали день полнолуния. «Вот разошлись на ночь глядя!» Возмутился он, взобрался на скалу и разом спихнул всю волчью стаю вниз. Это случилось так неожиданно, что никто толком ничего не понял. Старуха Лоухи тоже была в этой стае. «Добрый вечер, милостивая госпожа!» Подскочил к ней Ахти. «Как хорошо, что я вас встретил! Дело в том, что я приехал просить руки вашей дочери. «Хэ, ты думаешь, я отдам свою дочь первому встречному вздорному коту?» Засмеялась Лоухи. «Не раньше, чем ты поймаешь для меня лося Хейси!» Ответила Лоухи. Многие отважные герои пытались поймать лося Хейси. Но безрезультат. Настал черед Ахтили Минкянина испытать судьбу. Взял он лыжи, одну длинную для скольжения, другую короткую для отталкивания и отправился в лес. Но ничего у него не вышло. Как бы Ахти быстро не бежал, лось все время оказывался быстрее. Хозяин леса Хейси только смеялся. Да так, что даже снег валился с веток. Ахти в конец измучился и уже решил было прекратить бессмысленную гонку, как в голову ему пришла мысль. Вряд ли хозяйка Пахилы когда-нибудь видела настоящего лося Хейси. А значит, не совсем знает, как он выглядит на самом деле. Так Лиминкянин решил сам сделать лося. Голову соорудил из пня, рога из ветвей ивы, ноги из кольев, тело из кожаного мешка, набитого мхом. Такое чудище он привел старухе Лоухи. А теперь ты отдашь за меня свою дочь? Но хозяйка Пахилы в этот раз не дала согласия. Нет, не отдам. Хотя, может, и отдам. Но не раньше, чем ты принесешь мне лебедя с черной реки Туанеллы. Заметила Лилухи, что лось не настоящий. Задумался Лиминкянин. Черная река Туанелла была очень опасным местом. Поймать не лебедя было еще сложнее, чем лося Хиси в лесу. Но упрямого Лиминкянина ничто не остановило. С луком на плече и колчаном он забрался на скользкий камень, чтобы подкараулить лебедя. Но один из тех волков, которых Ахти столкнул со скалы, решил отомстить Лиминкянину. Он прокрался за котом до самой черной реки, прочел на берегу заклинание и вызвал со дна ужасного. Огнедышащего дракона. Храбрый Ахти плюхнулся в быстрые воды реки Туанеллы. И не сдобровать юному охотнику, если бы дома мать не заметила, что на гребне сына проступило несколько капель крови. «Моему сыночку нужна помощь!» Плеснула руками мать Лиминкянина и отправилась в дальний путь. Она объехала все земли собачьей колебалы и волчьей пахелы, но нигде не могла найти сына. Никто не видел Ахти. Тогда она спросила у солнца. Солнце, которое со своей высоты, конечно, видело все вокруг. «Твой бедный сыночек упал в воды реки Туанеллы!» Сказало ей солнце. Обеспокоенная мать Лиминкянина поспешила в кузницу к Сеппо Илмаринину и попросила его выковать для нее грабли с длинными зубьями. Этими граблями она стала грести по дну Черной реки. Нашла сначала носки, потом шлем и, наконец, наткнулась на грязный, непонятный комок. «Вот ты, мой сыночек!» Воскликнула мать. Но времени на причитание не было. «Скорее нужно оживлять сына!» Как раз мимо пролетала пчела. «Милая пчелка, царица лесных цветов, принеси, пожалуйста, мне живительного меда!» Попросила мать Лиминкянина. «Мед тут не поможет. Нужна помощь посильнее!» Прожужжала пчела и, как следует, ужалила Лиминкянина. С визгом вскочил Лиминкянин и бросился бежать. Мать смогла догнать его только у родного порога. «Будет тебе уроком!» Сказала мать. «Не беспокойся! С этого дня я буду жить со всеми в мире!» Заверил ее Ахтили Минкянин. К счастью, у кошек уже тогда было девять жизней. Старый вещий Веня Мойнин построил себе новую, отличную лодку. Но так как он был великий заклинатель и колдун, он сделал это не руками, а с помощью заклинаний. Работа спорилась, молотки стучали, пилы визжали, лодка была почти готова, как вдруг стук молотков прекратился. У Веня Мойнина закончились слова. Больше он не мог вспомнить ни одного строительного заклинания. «Еже мне взять еще слов, чтобы закончить лодку!» Забеспокоился он. Сколько он ни думал, ему не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в потусторонний мир, Туанеллу. Но, как известно, господа скелеты не очень-то делятся заклинаниями с живыми. Веня Мойнин обошел все земли в поисках нужных заклинаний. Но никто не мог ему помочь. Наконец он встретил пастуха, который дал ему дельный совет. «Вон там, посреди леса, спит огромный великан Антеро Випунын. Он знает все тайны и заклинания на свете». Веня Мойнин долго шел по лесу, пока не услышал огрушительный храп из-под массивной скалы. Это был великан Антеро Випунын, которого обуял сильный сон. С ног до головы великан был покрыт мхом, а на носу у него росла ель. «Долго же он спит?» – подумал Веня Мойнин. «Посмотрев на этого великана». Он смело забрался на голову великана и принялся рубить у него на носу ель. Затем с помощью елового ствола он попытался открыть Антеро Випуныну рот. Неожиданно великан проснулся. Он заметил старца, раскрыл рот и в один момент проголотил его вместе с елью. Старик Веня Мойнин, конечно, ничуть не испугался. Он тут же начал колотить еловым стволом по стенкам желудка великана. Он кричал так громко и бил так сильно, что великан не выдержал. «Что за назойливый старикашка?» – прохрепел великан. «Много героев побывало в моем животе, но ни один из них не доставлял мне таких проблем с пищеварением». «А ну-ка, марш из моего живота!» «А мне тут нравится!» – закричал Веня Мойнин. «Не уйду, пока не поведаешь мне свои самые тальные заклинания!» Бедному Випуныну, как он не противился, все-таки пришлось поделиться заклинаниями. Веня Мойнин выбрался из живота, вернулся домой и довел строительство до конца. Отличная получилась у него лодка. И вновь Веня Мойнин решил попытать счастье и посвататься к деве Пахьелы. На рассвете столкнул лодку на воду и поднял паруса, ничего не сказав о своих планах кузнецу Сеппу Илмаринину. Сестра Илмаринина Анники встала рано и увидела, как уезжает песнопевец. Она поспешила домой, разбудила брата и, обредив его сонного, в праздничные одежды усадила на коня. «Отправляйся-ка ты, братец, в Пахьелу, а не то уведуть у тебя невесту и поживее!» – крикнула Анники и хлестнула коня. Сеппо поскакал вперед, словно ветер, и быстро нагнал лодку Веня Мойнина. «Давай решим все мирно!» – предложил Сеппо. «Не хочешь же ты взять ее в жены силой?» Веня Мойнин согласился. «Э, пусть дева Пахьелы сама выберет, кого из нас хочет взять мужья!» И друзья вместе прибыли в Пахьелу. Старуха Лууки и ее красивая дочь приближение гостей заметили издалека. «Едут свататься, протяни кружку тому, кого ты возьмешь мужья, и запомни, пусть это будет Веня Мойнин, он из знатного рода!» «Не пойду я за бородатого старика!» – возразила дочь. Сеппо Илмаринин выковал сампо, вот ему и стану женой. Редкозубая хозяйка Пахьелы злобно что-то пробормотала и вращала глазами, когда девушка протянула кружку Сеппо Илмаринину. «Эгэгэй, из нас выйдет красивая пара!» – обрадовался Сеппо. Но старуха Лухи опять, опять стала выдвигать условия. Видно, так уж было у нее и заведено. «Спешить некуда! Вспаши-ка ты, Сеппо, для начала! Змеиное поле!» На сей раз задание было, ну, совсем, можно сказать, не очень трудным. К тому же красавица Пахьелы дала Илмаринину полезный совет. «Смастери себе железные сапоги, штаны и рубаху, и тогда ни одна гадюка тебя не укусит!» Сеппо послушался ее совета и с легкостью справился с заданием. «Эй ты, земляной червяк, безногая пресмыкающаяся, прочь с дороги!» – кричал он гадюкам Пахьелы. И те ничего не могли сделать. «Но теперь-то уж точно сыграть свадьбу можно!» – спросил Сеппо у старухи Лухи. Но та придумала новое задание для жениха. «Не раньше, чем ты поймаешь мне гигантскую шчуку без удочки и сети!» «Не печалься!» – успокаивала Сеппо дева Пахьелы. «Выкуй огненную птицу, уж она поймает тебе шчуку!» Илмаринин так и сделал. Выковал большую огненную птицу, привез на высокий берег реки. «Никто раньше такой битвы не видел!» Птица скрипела, визжала, и огонь вырывался из ее дымовой трубы. Огромная шчука била хвостом и щелкала зубами. Но ничего не могла поделать с птицей Илмаринина. Вечером в доме хозяйки Пахьелы гостей угощали наваристой щучьей ухой. Из щучьей головы Илмаринин сделал стул для старухи Лоухи, сев на который она уже больше не смогла придумать новых заданий для своего будущего зятя. «Ладно так и быть! Играйте свадьбу!» Неделю спустя в волчьем краю отпраздновали громкую свадьбу. Много дней на широком дворе танцевали, пели, ели и пели гости Пахьелы. На праздник пригласили всех – волчью стаю из Пахьелы, собачье племя из Калевалы и даже маленький, но очень выносливый кошачий народец. Не позвали только задеру Леменкянина. «Не нужны нам драченые на свадьбе!» – решил грозный хозяин Пахьелы. Леменкянин как раз пахал поле, когда услышал далекий гул из-за леса. «Что это там так? Кто это там так расшумелся?» – удивился Ахти. «Пахьели играют в свадьбу! Кар-кар-кар!» Леменкянин обиделся не на шутку. «Всех пригласили! Кроме меня!» – пришел в ярость. «Мать, принеси-ка мои доспехи! Я отправлюсь туда незваным гостем!» Мать стала возражать, но все было напрасно. «Ничего хорошего из этого не выйдет!» Леменкянин приехал к Пахьелу. «Послушай-ка, хозяин Пахьелы, подай герою медового напитка! Я, похоже, не самый дорогой гость, раз ты позвал к себе всех бедняков и всех нищих, а про меня забыл!» Рассерженный хозяин Пахьелы принес Леменкянину бадью с самым отвратительным пойлом, которое только нашлось в его доме. О том, что случилось после этого, рассказывать непросто. Вначале Леменкянин как следует стукнул хозяина Пахьелы, укусил старуху Лоухи, потом один из работников огрел табуреткой повара. Невеста дала оплевуху своему двоюродному братцу, а тот, в свою очередь, своему дядьке, который ухватил за хвост Леменкянина. Он снова врезал хозяину. Кто-то укусил Анни Кизауха, а толстяк Винни уронил стол. Завязалась всеобщая драка, а молодожены под шумок взяли и убежали со двора. К счастью, Ахти Леменкянин тоже успел вовремя улизнуть. Правда, потом разгневанная волчья стая, явившись во двор Леменкянина, разнесла в щепки его дом. Хорошо, что мать с сыном успели укрыться за большой грудой камней. «Теперь-то, надеюсь, будешь сидеть дома?» – проворчала мать. «Да, с этого дня я стану ручным домашним котиком». Наступила зима, да такая суровая, что в Калевале почти не осталось еды. «Урчат ли там волчьи животы от голода?» – прохрепел голодный Виня-Мёнин. «С чего бы в Пахьеле есть сампо, которая мелит муку для всего волчьего племени. Хотя, если разобраться, мы тоже имеем право на чудо-мельницу». «И правда. А давайте, как только наступит весна, отправимся в Пахьелу и потребуем свою долю сампо», – предложил Ваня-Мёнин. На том и решили. Зима кончилась, наступила весна, народ Калевалы снарядил большую лодку и пустился в путь, направляясь к берегам волчьей Пахьелы. Мрачные, суровые волчьи края. Путь в Пахьелу пролегал через земли Саарелы, Ахти увидел лодку с воинами и решил плыть вместе с ними. «Принеси мне мои доспехи!» – крикнул он матери. На этот раз она уже ничего не сказала, потому что устала спорить с своим упрямым сыном. Старый Ваня-Мёнин сидел на носу лодки и пел боевые песни. Неожиданно судно остановилось посреди открытого моря. Леменкенен выглянул за борт и воскликнул. «Наша лодка напоролась на спину огромной щуки!» Ахти попытался пронзить щуку мечом, но вывалился из лодки и плюхнулся в воду. Сапо Илмаринин тоже пробовал одолеть щуку, но меч его рассыпался на мелкие кусочки. И только Ваня-Мёнин сумел отрубить чудищу голову. Лодку пришвартовали на берегу, и все путешественники до отвала наелись наваристой щучьей ухи. От ухи остался лишь хвост, хребет и голова. А Ваня-Мёнин взял в руки щучью челюсть и долго ее рассматривал. «Ха-ха! Сделаю-ка я!» Певучие и звонкие кантели. Как только инструмент был готов, Ваня-Мёнин уселся поудобнее на большой камень и начал играть. И надо сказать, что игрок из него был просто превосходный. Белт-Горноста и мыши, другие лесные зверюшки собрались, чтобы послушать его песни. Лоси радостно прыгали по полянам, рыси веселились в рощах, даже старец Тапиолы, мудрый хозяин леса, навострил свои зеленые уши. Птицы перестали петь, листья замерли. Солнце задержалось на небосклоне, месяц выглянул раньше времени. И все ради того, чтобы послушать Ваня-Мёнина. Лососи, сиги, окуни и другие рыбы подплыли к берегу. Никогда в жизни не слышал ничего подобного, сказал владыка волн. Отдай-ка мне кантели, я стану веселить игрой жителей подводного мира. Но Ваня-Мёнин даже не услышал просьбы ахти. Все играет и играет. День играет, два играет. Не было таких героев, кто бы не обронил слезинки, кто бы сердцем не растаял. Наконец, каливальские путники прибыли в волчью пахьелу. Смело ступили они прямо на хозяйский двор. «Что за дело привело вас сюда?» Спросила хозяйка пахьелы, редкозубая старуха Лоухи. «Мы пришли делить с вами сампо». «Это невозможно! Сампо разделить нельзя!» Проворчала старуха Лоухи. Рассердилась и тут же созвала всю волчью стаю. «А теперь попробуйте забрать у нас сампо», сказала она. Ситуация казалась безнадежной. «Сейчас будет драка!» Потирал руки, задирали Минкянин. Но старик Ваня-Мёнин решил девствовать совсем по-другому. Он вынул кантели и заиграл на ним волчьи колыбельные. Волки один за другим стали погружаться в глубокий сон. Только громкий храп разносился над землями пахьелы. Собаки-колевалы поспешили к большой пещере, в которой была спрятана чудо-мельница. Сломали все девять замков. Сеппо Илмаринин смазал петли, чтобы они не скрипели и не разбудили волков и открыли дверь. Ваня-Мёнин привел из хлева пахьелы самого большого быка. С его помощью они вытащили сампо из пещеры. С большим трудом кряхтя и пыхтя воины-колевалы погрузили сампо в лодку. «А теперь скорее в путь! Все на весла!» Шептал Ваня-Мёнин. Отважные воины Ваня-Мёнина изо всех сил налегали на весла. Но с лодки с шумом вспаривал волны, стремясь к берегам колевалы. Пока все было хорошо. «Не споешь ли ты нам, Ваня-Мёнин, какую-нибудь веселую песню?» Спросил Лемен-Мёнин. «Не допесен нам сейчас, тут дело поважнее!» Огрызнулся Ваня-Мёнин и еще крепче стеснул весло. Но Лемен-Мёнин не успокаивался. Через некоторое время он сам снова спросил. «Но почему бы все-таки тебе не спеть? Ведь сампо уже у нас!» «Петь будем, как только окажемся на родном берегу!» «Похъела пока еще слишком близко!» «Ну, хорошо! Тогда я сам спою!» Решил беззаботный Ахти и схватил новое кантеле Ваня-Мёнина. Прежде чем путники спохватились, Лемен-Мёнин успел издать пронзительный вопль. Он был такой громкий, что слышен был за семью морями. Спавший на берегу журавль испугался до полусмерти и со страшным криком полетел прямо в сторону Пахьелы. От этого крика проснулась старуха Лоухи и тут же поняла, что случилось. «Эти негодяи украли у меня сампо! Унесли мое сокровище без разрешения!» Лоухи вскарабкалась на скамью, затрясла своим посохом, накрыла Пахьелу черная тьма, когда колдунья произнесла свои страшные заклинания. «И кутурсу отпрыск эю! Высань голову из моря! Нагони туман на воду! Калевы мужей повергни!» Обратилась она к морскому духу. И тут же над морем сгустился плотный туман. Войнемянин потерял из виду берег и не знал, в какую сторону теперь грести. Размахивая мечом и сыпля проклятиями, он сумел разогнать туман. Но тут рядом с лодкой раздался страшный гром и плеск. И над водой показалась голова ужасного чудовища и кутурса. Сеппо и Маринин испугался, накрылся рогожкой и тихо заскулил от страха. Только старый Веня Мюнин не дрожал и не скулил, а вспрыгнул чудовищу на голову, схватил его за уши, и кутурса издал страшный реп. «Отпусти мои уши, противный старик!» Но Веня Мюнин стал тянуть еще сильнее. «Отпусти! Обещаю, что никогда больше не подниму голову над морской гладью!» И лишь после этого Веня Мюнин сжалился и отпустил уши и кутурса. Тем временем Луухи продолжала свое колдовство. Так-так, старец Уккбок Верховный, сам воздушных сил хозяин, повели начаться буре. В ту же секунду шквальный ветер загудел прямо над лодкой. Волны с силой бились оборта, и казалось, беды не миновать. Ну а когда волной смыло в море кантели Веня Мюнина, путники окончательно пали духом. Морской царь Ахти решил, что Веня Мюнин передумал и подарил ему свой чудесный инструмент – новые кантели. Ахти так обрадовался, что благодарность за подарок усынили волны и ветер. Буря миновала, воины-колевалы вздохнули с обличением. И только Веня Мюнин все горевал о своем пропавшем кантели. Теперь, когда лодка снова закачалась на волнах, пришло время разобраться с тем, кто стал причиной всех этих неприятностей. Лемен Кяннин тут же взобрался на мачту, но взглянув на горизонт, он заметил, что к ним приближается лодка с воинами из волчьей стаи. Эта хозяйка Пахилы бросилась за похитителями в погоню. Воины-колевалы гребли изо всех сил, но лодка старухи-лоухи приближалась. Веня Мюнин понял, что еще немного, и они окажутся в волчьих лапах. Тогда он собрал оставшиеся силы, поднялся на корму и произнес заклинание. «Пусть скорее скала возникнет, встанет остров потаенный!» Лодка старухи-лоухи налетела на камни и разбилась в щепки. Старуха Пахилы тоже решила показать свою силу и обернулась огромной птицей. Она посадила к себе на спину своих воинов и несколько взмахов настигла лодку Веня Мюнина и вцепилась когтями в мачту. «Неужели ты прилетела, чтобы делить с нами сампо?» «Хозяйка Пахилы!» – воскликнул Веня Мюнин. «Не стану я делить с тобой сампо! Заберу ее целиком!» – крикнула старуха. С обеих сторон посыпались удары, удары. Над морем раздался страшный крик. Веня Мюнин выхватил из воды весло и огрел им птицу по лапам. Волки покатились с крыльев птицы прямо в море, а сама она упала ровнюхонько на сампо, но не растерялась и тут же вонзила в нее свои когти. С большим трудом воины Калевалы столкнули птицу в воду, но в этой борьбе погибла и мельница сампо. Она раскололась на кусочки и впала в морские волны. Так воины Калевалы и Пахьелы вернулись домой ни с чем. Но мельница сампо не пропала бесследно. Маленькие ее кусочки остались на поверхности моря. Через несколько дней ветер принес их к берегам Калевалы. «Ура!» – обрадовался Ваня Мюнин. «Может, есть у них волшебная сила?» Кузнец Сепо Илмаринин выковал из осколков сампоне большие пуговки, пластинки, колечки и приделал к ним узкие полоски кожи. Каждый житель Калевалы получил такую полоску, а лишь коту ахти ничего не досталось. Но на большой общий праздник все калевалцы надели эти полоски с кусочками сампона шеи. «Пусть ошейники принесут нам, собакам, удачу и хорошую жизнь!» – произнес старец Ваня Мюнин. «Да будет всегда в наших мисках сахарная косточка, а в доме мягкая подстилка. Пусть защитят они нас от мороза тяжкой работы, чтобы мы в мире и в спокойствии могли чесать наши славные бока». Кусочки сампо действительно обладали волшебной силой, потому что все собачьи желания исполнились. Давно уже собаки распрощались с тяжелой, дикой и свободной жизнью. А вот ахти Леменкянину не досталось такого счастья. Может, оно и к лучшему решит для себя ахти. Возможно, именно по этой причине собаки до сих пор недолюбливают котов.